Вести ФМ. Москва, 97,6. Санкт-Петербург, 89,3. И Ольгой Подолян. В Москве 10 часов 7 минут. Мы возвращаемся в формулу смысла. У нас в гостях Виталий Третьяков. Здравствуйте. Доброе утро, Виталий Третьяков. Спасибо большое, что пришли к нам в программу. Ну, наверное, одна из самых главных тем, но до конца ситуация еще не прояснилась. Я имею в виду начало нового политического цикла. Правительство наше исполняющее обязанности до сих пор, хотя премьер Дмитрий Медведев утвержден, идет сформирование правительства. Думаю, на этой неделе мы узнаем его полный состав. Обозначены цели. Кстати, на мой взгляд, достаточно, ну, вернее так, скажем так, никогда не было так конкретно сформулировано, ну, чего мы должны достичь, то, что было сказано вот в указах и до этого, до указа в послании Федеральному собранию президента Путина. Ну, вот, соответственно, этот примерно спектр вопросов мы с вами договаривались пообсуждать, поэтому вам слово. Да, спасибо. Ну, действительно, ближайшие шесть лет президентства Владимира Путина, так или иначе, можно и нужно рассматривать как финал его большой политической карьеры. Ну, там, возможно, будет что-то еще, но на данный момент мы исходим из этого. И эта карьера политическая была очень успешной. Там, кто бы что ни говорил, несмотря на многие там провалы, недостатки и всякое прочее, это нельзя не зафиксировать, как очевидность, как данность. Соответственно, столь успешная карьера не может завершиться неуспешно. Она должна завершиться тоже успешно, иначе последний там год, два, три могут перечеркнуть все предыдущее. Такое часто бывает в спорте особенно, а он, как известно, и спортсмен. Так вот, я это однажды во время одного выступления, мне удачно формула пришла такая в голову недавно. Выше Крыма не полегнешь, а нужно. Вот невозможно сделать для России что-то большее воссоединение Крыма с Россией. Ну, даже трудно придумать, да? Путин это сделал. И вот теперь ему нужно прыгнуть выше этой планки за эти самые ближайшие шесть лет. Что-то чрезвычайно трудно. Надо думать, он понимает, что это не хуже нас с вами и на это ориентируется. Ну, а далее ситуация простая. Есть, по крайней мере, внешний, хотя тут много тоже провалов, по крайней мере, внешний и во многих проявлениях успешный достаточно внешнеполитический курс. Особенно, если выбрать какое-то дальнее зарубежье, потому что на постсоветском пространстве, конечно, хаос, хаос, мягко говоря, царит. Но об этом отдельно нужно говорить, в том числе, но это тоже важно, это будет тоже, я считаю, важнейшей задачей ближайших шести лет и для Путина, и для правительства фактически. Это его правительство, это защита прав русского населения на постсоветском пространстве. Фактически во всех странах постсоветского пространства, теперь даже там, которые мы считали более-менее благополучными, и где Москва делала вид, что не замечает такое мягкое прессирование, мягкий прессинг по отношению к русским, фактически во всех странах эти проблемы актуализировались, обострелись, и это очень чувствительно, и внешне появляется будет очень острое, если дальше будет это продолжаться. Ну, а классическое зарубежье, возможно, там коснемся, там вроде бы все нормально. Я бы вот сразу одно средство предложил бы, о котором много лет говорю, все бестолку, и считаю его принципиальным в части защиты наших граждан, это решение вопроса с гражданством российским. Для русских, и тех, кто считает русский язык родным, и тех, кто так самоопределяется, вот, ну, невозможно больше сохранять систему, которая становится, ну, там прямо и остается ресурсом для заработка чиновничества на этом, ну, невозможно. И дело, нет, я согласен, это, безусловно, один из способов, и нужно, наконец-то, его задействовать, и дело даже не столько в заработке для чиновников, странным образом, они зарабатывают, что все, уже все это знают, они зарабатывают на пропуске, на выдаче гражданству России как раз не русским, не носителем русского языка, а любым другим, но только не им. Фактов, все смысл информации, тьмы и тьмы. Так вот, классическое зарубежье, вот, простание США, ну, это вот такое оживление борьбы за будущее мироустройство, контроль над сферами влияния, передел сфер влияния, фактически борьба за максимальное застаивание своей независимости, кто на это способен для России на сегодняшний момент и в перспективе. Тем более, что мы оказались действительно в очень такой, ну, я сказал бы, помягче стараюсь слово, ну, ладно, пусть будет там стандартная, жестко конкурентной среде, где действительно уже отброс, вот все, что, скорее всего, и раньше-то этого не особенно много было, ну, как-то вот по книгам, по учебникам, по кинофильмам, там, по романтическим представлениям, профессии дипломата, даже о профессии разведчика, такой благородный человек, чуть ли не, вот, самое, в цилиндре, в шелковом плаще, вот, ходит, ну, сворует, конечно, там, пару каких-то секретов, но тоже так вот, как-то аккуратно, чистыми руками в белых перчатках. Скорее всего, это и раньше не было, но сейчас просто, конечно, все это, вся эта грязь и весь эгоизм вылезли на поверхность, ну, опять же, исходим из того, что более-менее справляется удачно правительство, ну, в данном случае министры, занимающиеся этим, они непосредственно президенту подчиняются, ну, и, по крайней мере, мы сейчас увидим по назначению министра иностранных дел, там, и министра обороны, сохранится ли здесь с определенностью эта линия, в том числе и персональная линия министра Лаврова и министра Шойгу. А вот во внутренней политике, во внутренней политике и во внутреннеэкономической политике проблем масса, как известно, и все, и они уже вот из того разряда, которое просто надоело, уже надоело их переживать, их чувствовать, и они говорят, несмотря на все успехи, но, опять же, нужно исходить из того, что в современном мире успехи по отношению к тому, что было у тебя же, там, год назад или 10 лет назад, не очень ценятся, потому что сейчас все сравнивается с остальным миром, а в остальном мире берется, естественно, в нашей стране давно так привыкли, со странами Африки, Азии себя не сравнивают, сравнивают исключительно с самыми процветающими, в материальном смысле слова, странами Западной Европы, ну, естественно, Соединенными Штатами Америки. И поэтому у нас раньше, там, пенсия, в 90-е годы пенсия вообще не выплачивалась, или там с гигантскими задержками зарплаты, а сейчас выплачивается она больше по номиналу и по доллару, по рублевому. Это все правильно, но только не производит впечатление на молодежь определенно, она просто этого не знает, не ощущает, что это было в 90-е годы. На людей среднего возраста тоже, да и уже на самих, там, пенсионеров тоже не очень. И здесь действительно нужен вот этот слово «прорыв», который Путин неоднократно употреблял. Ну, замечательно, что он его употребил, и, надеюсь, и содержательно там будет вложено тоже, причем не только по показателям. Дело в том, что тут некий диссонанс. Путин – эволюционист. Да, он как кобра, вот, значит, это вот в международной политике. Вот он так колеблется, колеблется этим своим шеей с головой, с капюшоном, вот так качается, качается. Потом раз – и Крым восоединился с Россией. Потом раз – и Сирия, и операции в Сирии. Вот это прорывы, ну, такие точные. А вот в остальном он эволюционист. Не любит менять кадры резко, о чем-то уже говорил. Настаивал, поддерживая тот курс на подавление этой инфляции, которую подавить-то подавили, вроде бы. Вот только я большого толку от этого не вижу, потому что малейшее колебание на международных рынках, в смысле в международной политике, и при этой подавленной инфляции фактически рубль на 10% обесценился по отношению к евро и к доллару. Ну и, так сказать, какой эффект от этой подавленной инфляции, может быть, макроэкономисты объяснят такой длинной лекцией. Так вот, нужен прорыв. То, за то, что я, например, и многие другие давно выступали, имею в виду, как раз, в экономике. То есть, я исхожу из того, опять, два противоволечивых позиции. Я за смену правительства радикальную, прежде всего, экономического блока и стального блока, исхожу из простой вещи. В предшествующие шесть лет прорыва не было экономического. Люди, следно, которые работали в этом правительстве, либо не способны на такой прорыв, либо не хотят его. Может, они и способны, но вот у них внутренне другая интенция. Да плюс они еще привыкли работать без прорывов, без таких вот радикальных преобразований экономических. И поэтому я, конечно, желал бы радикального обновления правительства. Радикального. Но, с другой стороны, я знаю, понимаю, что любой начальник должен работать с теми, с кем ему удобно проводить его курс. В данном случае мы исходим из того, что курс Путина нас удовлетворяет. Ну, там, за пленными исключениями, меня точно удовлетворяет. Коль скоро он эти цифры показатели зафиксировал, я думаю, исходя из того, что как раз, в частности, в эти последние шесть лет своего президентства, ему нужно оставить нет, что внутри страны большее, чем Крым, более значимое, чем Крым. И, в частности, то, чтобы его страну перестали упрекать, что вы там прицарите оружием в Сирию, зачем-то залезли, но всю эту ахинею, которую несут, основываясь на каких-то внешних проявлениях. А народ-то у вас живет плохо, а вот за последние четыре года все равно уровень жизни упал, вместо того, чтобы возрасти. А вот рубль опять девальвировался и все такое прочее. Ну, следно, человек формирует команду, с которой он будет работать, имея политический опыт, в том числе и такой персональный. И с тех, с кем он действительно считает, что он может достичь этой цели, навязать ему по желанию, я имею в виду неформально-юридически, а вот как бы пропагандистски, одну, вторую, третью фигуру можно, но даст ли это нужный эффект. Я тоже исхожу, где такие оценки, я уже слышал, что, в общем-то, в ближайшие два года они продемонстрируют. Вот эта команда, которая будет сформирована, сможет. У меня абсолютно нет в этом уверенности. Я в данном случае скептик. Сможет ли эта команда продемонстрировать вот этот самый прорыв, приближение к этим самым результатам, к этим целям, о которых мы говорили. И еще одно основание мельдоскепсиса, оно вот какое. Это, между прочим, очень серьезное основание. Все то, что говорили скептики, как бы их ни называли, к какому бы политическому краю спектра они ни относились. Как правило, это, ну, левые, вот в нашем там, некоторые их, правда, и правыми называют, но имеется в виду вот те, кого державниками, государственниками зовут, называют. Все то, что они говорили относительно неправильности по многим составляющим внутреннего экономического курса, все это подтвердилось. Вот все те проблемы, которые возникли, они о них предупреждали. То, что не удастся достичь желаемых результатов, ну, о них предупреждали. То, что во многом президенту дают неточную информацию, насколько он ей доверяет, не совсем понятно, но иногда он ее произносит. Здесь я просто приведу в заключении пример вот эту основу для своего скептицизма на основе более близкой, мне сейчас известной, сферы образования и науки. Образование, потому что вы, как декан одного из факультетов МГУ, я в ней просто функционирую, а науки, потому что я много общаюсь с учеными, очень много, постоянно, практически. Вот говорили, что реформа образования, этим прогнозом, этим оценком, не год, не два, а полтора-два десятилетия уже, что будет это? Упадет грамотность, возрастет невежество, люди не будут знать литературу, люди не будут знать историю из своей страны. А раз они не будут знать историю из своей страны, то им будет навязываться какая-то другая версия истории, что мы сейчас видим по истории Второй мировой войны, это все просто вот сейчас там на глазах и на поверхности, что упадет математическая подготовка, что не будет хватать инженеров, ну и так, что не будет хватать людей простых профессий, простых, не в смысле, там пол подметать, а вот рабочих, то, что раньше называлось рабочие профессии, которые тоже нужны, потому что то, что придумали, нужно еще воссоздать в металле, в пластмассе, в графене, в чем угодно, а для этого нужны рабочие руки. Все это подтвердилось, и фактически, даже вплоть до того, что говорили, а дипломы ваши будут во всем мире, баллонская система, дипломы будут признавать. Дипломы не признают, мы уже там 20 лет внутри баллонской системы барахтаемся, а дипломы наши не признают. Там тоже, кстати, система очень четкая этих преференций действует, защита, собственно, внутреннего рынка, в том числе рабочего рынка, и так, чтобы это мечтали одного-двух эксклюзивных специалистов, да, а так, чтобы мечтали, чтобы квалифицированные врачи из России хлынули, допустим, на рынок медицинских услуг в Великобритании, местные врачи этого не хотят. Они что, идиоты, что ли, чтобы тут, они же знают, что тут действительно хорошие врачи. Сейчас мы вот там им уступим свои рабочие места и свои зарплаты. Вот это все подтвердилось. И это вот в сфере образования, то же самое во многом в сфере науки. И получается, что те люди, которые предупреждали, что так не нужно делать, что вред будет, и точно не будет успеха, и точно не будет обещаний, они не получили властных рычагов для реализации своих вариантов экономической реформы и всего остального. А те люди, которые говорили, что нет, будет, мы обещаем, так будет, и их прогнозы не сбылись, они как раз находились у власти, и в том числе и вот те, кто в прежнем составе правительства был. Это вот то, что такие же люди могут опять продолжить руководить министерствами и ведомствами. Меня очень настораживает, без слов, сомнений нет, что Путин как администратор, естественно, не хуже другого любого начальника, знает все проблемы, которые связаны с аппаратной жизнью, с тем, что аппарат может тормозить, саботировать твои решения, ну и так далее. Принципы-то работы аппаратные, они всюду примерно одинаковые. Бессловно, это предусматривает. Он об этом знает. И, надеюсь, учитывает, будет, учтет при формировании этого самого правительства, нового состава. Но, повторяю, я вот сейчас... Два существенных аргумента в сторону скептического отношения, если будут примерно одни и те же, у меня есть. Первое. Их прогнозы не сбылись, их оценки оказались, ну, либо надуманными, в лучшем случае, либо придуманными. Ибо люди, не обеспечившие прорыв в предшествующие годы, не могут теоретически, практически его обеспечить в ближайшие годы. Ну, а далее посмотрим. По вице-премьерам, такая комбинация наполовину. Половину обновлено, третий на третий на третий. Половина обновлено, третий обновлено, третий переставлено, третий те же самые. Ну, вот такая арифметическая пропорция довольно ясная. А вот сущностно, что из нее вылезет, не совсем понятно. Но тут же есть еще и способ действия. Вот, я думаю, что и сейчас будет во многом происходить таким же способом то, что в части там реальных проектов, объявленных Путиным, там, инфраструктурных, технологических и так далее. Я думаю, что фактически это будет проектный способ работы. То есть, под проект будет штаб с ответственным руководителем, где удивительно, но чиновники министерств и ведомств будут в роли исполнителей внутри этого штаба, обеспечивающего такую проектную работу. Я, так я понимаю, до новостей у нас там еще есть, там, минуты. Чуть-чуть совсем, да? Чуть-чуть, да. Я тоже боюсь этого увлечения проектным способом, проектным методом, так называемым. Ну да, вот на стадионы, вот Космодром Восточный там построен не без проблем, но тем не менее. И многое другое таким образом достижено. Крымский мост, это вот такой типичный. Вот, но у нас гигантская страна с гигантской инфраструктурой, которую, помимо того, что нужно строить что-то новое, тем самым обновлять и когда-нибудь замкнуть эту новую сеть, нужно поддерживать в постоянной работоспособности старое. И здесь какой проектный? Здесь нужна классическая, максимально хорошо работающая бюрократия, административная машина, которая обеспечит функционирование все это, а не так, что МЧС прилетел и что-то там сделал. Мы сейчас должны будем прерваться на новости середины часа, и после короткого перерыва вернемся в студию и продолжим. Формула смысла С Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян 10 часов 34 минуты в Москве. Формула смысла в эфире. У нас в гостях Виталий Тойевич Третьяков. Говорим о перспективах, сложностях нового политического и экономического цикла. Да, и экономического цикла. Внутроэкономического. Вот, кстати, вот сейчас к проектному еще вернусь, потому что это очень важно. Вот то, что сейчас прозвучало в новостях, вот этот законопроект, который, я даже не совсем понял его содержание, там, если какой-то гражданин России будет препятствовать, способствовать, Да, способствовать, там, введению санкций против, там, другого гражданина России. Да у нас миллионы, я не знаю, десятки тысяч этому способствуют. А своим ничего не деланием в этом направлении, а некоторые, наверное, и деланием. А что такое гражданин России? Я вот тут об одном миллиардере, который много делает, кстати, внутри страны, как известно, сообщает, что он входит в десятку ведущих налогоплательщиков в Великобритании, там, самых богатых людей в Великобритании. Вот мне объясните, ну, я просто как пример, вот люди с двойным гражданством, у кого-то на Кипре деньги, счета там и что-то лежат. Они вот являются в том смысле гражданами России, препятствуют, если они будут препятствовать, способствовать, их можно поймать. Какой парадокс? Еще в 2004 году, как известно, Путин предупредил этих, кто выводит капиталы, вернее, не кто выводит капиталы, выводит их тех, кто заводит собственность там, за рубежом. Он говорил, что, ну, известная теперь фраза, ее напоминает, что возвращайтесь в Россию, замучайтесь по судам пыль глотать, доказывая, что это ваше. 2007 год, 15 лет назад практически. И вот эти самые державники, государственники, консерваторы, там, ретрограда, как он, они тоже говорили, что вам там не дадут сладкой жизни. И то же самое ощущал народ, вот этот якобы ничего не понимающий народ, который там многих наших реформаторов не удовлетворяет. То есть, а, Путин об этом сказал, ну, просто открытым текстом, это еще слова, там, не закамуфленные. Да, мы хорошо их помним. Да, и снизу. А между Путиным и вот теми остальными, вот эта вся прослойка, она же продолжала этим заниматься. Она глупая? Они идиоты? Они хотели потерять свои состояния? Вы знаете, самое, я убежден, Виталий Ильич, самое, с чем человек неохотнее всего расстается, это не имущество, это иллюзии. Нет, это все правильно. Но одно дело, когда два человека из 120 тысяч заражены такими иллюзиями, а другое дело, когда это целый властно во многом, но точно владетельный слой, который выводит, выводит, выводит эти деньги за рубеж. Теперь к проектному это еще раз. Я к тому, что вот, казалось бы, все ясно, и Путину, и критикам вот этого курса, а смычки не происходят. Внутри, посредине, нечто такое, что ведется иначе, несмотря на очевидность и все предупреждения. Предупреждение. Проектный. С помощью проектного метода можно построить космодром Восточный, но 20 космодромов не нужно. Можно мост Крымский построить, и слава богу, что он построен, но нельзя, повторяю, поддерживать эту гигантскую инфраструктуру. Вот я исхожу из того, что есть нечто отжившее, безусловно, но есть нечто новое. И одинаковым способом управлять тем и другим невозможно. Вот это и к проектному методу относится. Вот эти системы ЖКХ и все эти компании, как они называются-то? Управляющие. Управляющие компании. Вот я считаю, не будучи экономистом, но будучи человеком с жизненным опытом большим, который пожил и в Хрущевском доме, и в коммуналке когда-то с родителем, потом Хрущевская двухкомнатная квартира в пятиэтажке, ну потом одно, второе, третье, и там сейчас я в собственном доме живу. Вот мой здравый смысл подсказывает, что старую жилищную инфраструктуру нужно по-прежнему продолжать поддерживать старыми советскими методами, то есть государственные. Должны быть эти ДЭЗы, ЖЭКи, как называете. А вот то, что новое строится, вот это уже отдавать управляющим компаниям, которые созданы сейчас, работающие на рыночных условиях и так далее. И постепенно, постепенно одно заменит другое. А вот попытки внедрить рыночные механизмы всюду безоглядно приводят к тому, что то там, то сям вместо рыночного нужно вводить это ручное административное фактически управление. Вот здесь я с вами соглашусь, я это, по-моему, в воскресном вечере в одном из Владимира Соловьева, я это просто сформулировал в своем языке. Нам пора и необходимо, крайне необходимо отказаться от тотальности, да, когда мы одну какую-то схему натаскиваем как сову на глобус на весь наш организм. Неважно, ну, очень нужно дифференцированно подходить. Да, да, да. Но в данном случае я говорю не только о дифференциации, тут я более чем согласен, до правовой дифференциации тут можно вести разговор. Но я о том, что нельзя всюду тыкать эти новые методы, ну, якобы новые рыночные, которые, ну, это вот уже то, что в анекдот вошло. Вместо свободной руки рынка мы получили мохнатую лапу коррупции, но до сих пор молимся на эту свободную руку рынка. Или вот опять же о проектах, все замечательно. А вот был такой проект, и руководитель был, насколько я помню, назначен этого проекта, Александр Сталич Волошин, если я не ошибаюсь, давно уже, лет 10, наверное, 15. Ну, точно, наверное, во второй президентский срок путинский, что нужно создать в Москве международный финансовый центр. Биржа, там, эти самые потоки миллиардные рублей, долларов, юани, евро и прочих швейцарских франков ходят через московские вот эти, значит, небоскребы. Где этот? Это проект конкретный? Это вот то же самое проектная, конкретная задача, которую нужно было решить. Где это? Где этот московский финансовый центр? Нет его? Почему? Возможно, потому что Путин, каждый наш проект вот этот, когда Путин лично приезжает, проверяет, говорит, этот что-то тут много своровал, как вот мы имели по Олимпийскому, по Олимпийскому Сочи, там была одна история. Вот. Но Путин не может заниматься 20 гигантскими проектами, то есть примерно 20, ну или там сколько он, штук 10, вот он держит в поле своего внимания. Но 100-то он не может, а Россия-то гигантская страна, тут нужно многое, многое, многое сделать этим проектным методом. Поэтому вот сейчас опять мы сталкиваемся, вот это дурацкое. Я еще не люблю людей, которые, в принципе, они себя реформаторами называют. Вот этот человек, который себя называет реформатором, уже меня смущает. Лучше бы он себя называл просто хорошим профессионалом, и его другие так называли. Бубнение в течение многих лет, что мы сидим на нефтяной игле, во-первых, приводит к тому, что нас все обвиняют в этом, ну и мы себя обвиняем, ну какие идиоты, вот сидим на нефтяной игле и слезть не можем. А с другой стороны, когда реально наступает, когда падает цена на нефть, то мы начинаем кричать, как это ужасно, и ждем, когда будет повышение. Сейчас в очередной раз началось, и у этого людям хорошо тогда, чтобы, получается, сидим на нефтяной игле. Проблема не в том, что мы сидим на нефтяной игле, мы ни на какой нефтяной игле не сидим. Точно, да. Да, это плодь наша, это внутри нашего организма есть такая еще система, вот кровеносная, лимфатическая. Тут у нас нефтяная система, благо отцы наши завоевали, получили для России вот то, что мы имеем. Вот когда ты водишь наркотик снаружи, вот ты на этой игле сидишь. А какой наркотик мы водим? Долларовый наркотик. Вот на долларовой игле мы точно сидим. Вот от этого-то. А сейчас заговорили, что нужно от этого избавиться. Уже вот гораздо четче и чаще стали говорить, чем раньше. Но вообще многие говорили об этом еще 10-15 лет назад и предлагали... Ну так. Как возникает, да? Как избавляться? Нет, ну если такая цель не ставится вообще, кроме разговоров, так вообще никак не будет. А если приходят люди из той же самой, опять к управлению министерствами, из той же самой монетаристской школы, которая знает два слова или три, таргетирование, волатильность и... И макроэкономические параметры. Да. Ну почему я должен верить? У нас тоже есть макроэкономические параметры. У нас сейчас... В регионе блок и погода. Погода, да. Сразу после нее продолжим. 10 часов почти 48 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. Я напоминаю, нас в гостях Виталий Татяков. Да. О иглах мы говорили. Да, об иглах. Это вот один из примеров, такой, ну фундаментальный, согласитесь, пример, спорный. Нам тоже слушатель написал, и Германия сидит на автомобильной игле. Ну, да. Вот это примерно то же самое. Любая экономика, которая имеет выраженные экспортные статьи, сидит на какой-то игле. Но Германия, правда, еще... Америка сидит на долларовой игле, потому что единственное, что она экспортирует, это печатаемый доллар. Это тоже, кстати, вот для меня, как человека, который, с одной стороны, является обычным человеком, живущим обычными экономическими проблемами, но у кого какие есть, как любой человек, а с другой стороны, занимающимися политической аналитикой, в конце концов, это точно. Неважно, какие министры какого цвета, лишь бы они ловили мышей. Конфуция, я-то говорил о кошке, по-моему, или Конфуция? Министр примерно равен кошке по функции мышей ловить. Так вот, лишь бы они делали свое дело. Но вот для меня есть некие вещи, которые будут сразу показателем. Они в правильном направлении идут. Вот, в том числе и вот относительно этих указов, указы майского, куда заложены эти 12 там параметров или нет. Потому что, ну вот я точно знаю, повторяю, общаясь с учеными, это же прозвучало. Накануне выборов, по-моему, Путину сказали, что у нас чуть ли не прекратился, не только прекратился почти отток молодых ученых, выпускников вузов за рубеж. А пошел обратный, чуть ли не бурный поток. Потом выступил президент новой академии наук и повел прямо противоположные цифры. То есть кто-то, Путин же не сам считал это по головам, откуда он берет эту информацию. И вот такие важные показатели, вот если бы первым вице-помером стал не министр финансов, а министр демографии, как я неоднократно говорил, для меня это был бы важнейший показатель. Потому что сколько бы финансов ты ни скопил, либо сколько бы у тебя их не было мало, если у тебя нет населения, то все обесценивается. Я считаю, что при важности всей этой задачи отрыва на конец, понимаю, что это сложно, понимаю, что мы там обложены договорами и всем остальным. Но нужно действовать в этом направлении более основательно, чем до сих пор действовали. И то Путин постоянно их подталкивает. Так вот, при важности этой финансовой независимости, а мы зависим, и это главная наша слабость в политике, демографическая проблема все равно важнее. Мы никак не можем перейти к росту доселения. Мы более-менее соблюдаем вот эти 143-144 границу численности населения России. И миграции там, все это русские соотечественники, это все, конечно, нужно делать, но все равно рождаемость это главное. Демографическая политика, Путин, кстати, об этом опять сказал, но вот первый зам председателя правительства, бывшая, может быть, и будет совмещать министр финансов. А почему не министр демографии? Это же главная задача. В конечном итоге, это главная задача. Возвращение капиталов из-за рубежа, ах, как деньги жалко, жалко уходит, да, деньги, ну, просто воруют у национального, это самое, объясняют вот тем, что где лучше капитал, там, деньги не любят, шума любят, тишину, вот это все замечательно. Только почему-то из своего кармана, к своему карману никто не прикладывает эти замечательные рыночные аксиомы. Ты вот к своему карману приложил, и тогда бы государственному, общенациональному можно. Так вот, это все важно, но опять же, утечка вот этих мозгов. Здесь говорят, рынок наук, наука не имеет национальности, неважно, где ученые, они все равно наши творят. Это все равно к нам вернется. То есть бумажки, когда уходят из страны, это проблема ее означает. А когда люди, по-прежнему, молодые, продолжают уезжать, дело не в том, что они самые шустые, а дело в том, что все-таки многие действительно с мозгами. Известно почему, потому что у нас, начиная от мелочей, на полученную зарплату не можешь жилье себе сразу приобрести. И плюс второе, значит, прибор ты будешь, закажешь, года через два он тебе придет. Я-то просто знаю по опыту работы в этой системе. Все эти тендеры, которые все уже проклинают, тем не менее, они продолжают существовать, потому что так вроде бы на Западе делается, на Западе эти приборы получают через несколько дней. Нет, ничего там через несколько дней не получают, Виталий Леонидович. Но это не отменяет то, что вы обсуждаете. И вот такие вещи, которые и функционально будут, такие назначения символические, и действия, о которых рост зарплат, постыдно низкие стипендии. Ну, постыдно низкие стипендии. Я не брал с руководством Министерства финансов, чтобы давать конкретные советы, но не может так быть. Вы не можете молодых людей за счет патриотического любого другого воспитания уговорить, что у вас в стране все нормально, когда на стипендию можно прожить, в лучшем случае, неделю. Нет, я не знаю, что нужно придумать. Сертификаты по специальному питанию для студента, там, самый молодой, рыбный обоз, ну, с которым Ломоносов приехал, условно назовем, рыбный обоз для будущих Ломоносовов, талоны на усиленное питание. Я не знаю, что делать нужно. Но они же смотрят либо на реальный Запад, где это более-менее... Опять же, они там смотрят в лучшие университеты, а не в худшие. Они смотрят фильмы где-то пока... У меня нет самоцели там как-то вас прерывать, упасимый Господь, да? Но я хотел сказать вам просто сейчас, на мой взгляд, важная очень штука. Вы вот честный человек. Я абсолютно серьезно сейчас это говорю. Я в этом сейчас вот прямо убедился. Вы не стесняетесь у нас в гостях на радиостанции сказать на всю страну, я не знаю, что делать. Я вижу проблему, я не знаю, что делать. Вот если бы мы... Я это не знаю, не знаю. Вот если бы мы, понимаете, вот с такого подхода начали, вот это я считал бы, что у нас было бы, ну, началом оздоровления реального. Потому что никто, хоть из либералов, хоть из державников, все в кавычках, да, вот как вы обозначали, они все, гад, знают, что делать. Понимаете, и этот знает, тот на 48 градусов в сторону, и этот знает, тот на 180 градусов в сторону, и он знает, и так все на 360 каждый градус, каждый знает и каждый считает, что это единственно верный путь. Есть у нас еще минута. Да, буквально вам скажу. Прямо одна. Вот как раз прямо в подтверждение иллюстрации из реальной жизни о том, о чем вы говорите. Это бы я рассказывал доктор экономических наук, который встретил своего ученика, который у него когда-то там защищался, и который руководит департаментом в каком-то таком не очень большом министерстве. И он говорит, ну, как-то у тебя дела так вот. Вот сейчас руковожу таким маленьким департаментом. А что ты хочешь? Дальше. Какая твоя цель? Он сказал стать заместителем министра. Гениально. Естественный вопрос был этого его бывшего научно-руководителя. В каком министерстве? Он говорит, не важно в каком. Чем угодно руководить, но не министром, это политическая должность, там Путин с ней, что-то еще. А сесть на поток финансовый. Понятно? Не важно, какого министерства, лишь бы замминистра. Да, вот это то, о чем вы говорите. Спасибо, Макомна. Спасибо большое Виталию Третьякову. Формула смысла прощается с вами сегодня. И мы встретимся в пятницу. Хорошей рабочей недели. Да. Спасибо. Формула смысла